Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. 24 на 7. В Киселевичах продолжается строительство нового детского сада. Мы понимаем социальную значимость этого века. Когда в здании зазвучит детский смех? Огненное зарево. В центре Бобруйска сгорел дом. МЧС призывает беречь себя и свое имущество. Чем все закончилось? Славная военная история. В городе отметили День танкиста. При любых обстоятельствах обязательно прийти сюда, приехать. Чем угощали на празднике. А также копилка государства. Самый молодой праздник. И контроль на дорогах. ГАИ на выходных отработает особо опасные участки страны. Кто под прицелом? Там, где вера, порядок в семье, уполномоченный по делам религии и национальности Беларуси встретился со священнослужителями Бобруйского района в рамках Единого дня информирования. В районном центре культуры собрались представители религиозных общин. Александр Румак отметил, сохранение согласия – одна из важнейших задач местных органов власти. Государство всегда на стороне сотрудничества. Только благодаря взаимопониманию дается найти решение. Наша страна из года в год обеспечивает и гарантирует право каждому на свободу вероисповедания. Наше общество очень многонациональное и многоконфессиональное. Но при этом мы не знаем никаких межэтнических, межрелигиозных конфликтов. В рамках встречи Александр Румак посетил женский монастырь в честь святых жен Мироносец. Здесь продолжается восстановление собора Александра Невского, который был взорван 99 лет назад. Храм станет точной копией постройки 19 века. До наших дней дошли лишь чертежи, остатки бутового фундамента и закладной камень. В настоящее время уже установлены двери входные. Это была сложная задача. Огромные тяжелые трехметровые двери. Также установлен барельеф на входе. И ведутся работы внутренние по храму. Отделка, лепнина. Расписывается купол. В день памяти святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября из обители к восстановленному собору пройдет крестный ход. В планах также и молебен. В этот день, больше 300 лет назад, его мощи перенесли из Владимира в Санкт-Петербург. Начало в 17.30. В Дотла, в городе ночью сгорел дом. Огонь и запах гари ощущались в нескольких кварталах от ЧП. Тревожный звонок поступил на пульт МЧС 8 сентября далеко за полночь. Когда огнеборцы прибыли на место, жилище полыхало открытым пламенем. Дымом заволокло всю округу. Спасатели быстро укоротили стихию. В результате уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие и имущество. По счастливой случайности никто не пострадал. Причина возгорания выясняется. Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнем – самая распространенная причина пожаров. МЧС призывает беречь себя и свое имущество. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112. Статистика, от которой в жилах стынет кровь. С начала 23-го в стране произошло почти 4000 пожаров. Погибло 313 человек, в том числе 4 ребенка. Документы онлайн, обеспечение безопасности и запреты в массивах. Леса Беларуси частично закрыты для посещения. Какой штраф грозит нарушителям? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Золото-валютные резервы Беларуси за последний месяц лета приросли на почти 18 миллионов долларов. Таким образом, международные активы достигли отметки в почти 8 миллиардов. Это ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Объем определяет способность государства погашать долговые обязательства. Беларусь готовится встретить День народного единства. Участники патриотической акции продолжают большой автопробег. В планах у организаторов шесть региональных выездных фестивалей и один финальный в столице, где откроется Аллея Единства. У каждого посетителя будет возможность с помощью QR-кода узнать интересные факты о выбранной области нашей страны. На едином портале электронных услуг госорганы и организации всех форм собственности и физлица теперь могут проверить действительность любых документов, удостоверяющих личность онлайн, в том числе биометрических. Полученную информацию предоставят из источников МВД. Для поиска необходимо ввести паспортные данные. В Беларуси во всех регионах ограничены посещения леса. Всего 118 районов. Полный запрет введен в Брагинском, Жлобинском, Рогачевском, Хойникском, Горецком и Дрибинском. За нарушение штрафов в первом случае мотивы могут посещать грибники, ягодники, любители пеших прогулок, но с соблюдением требований. Во втором даже заходить в чащу считается нарушением правил. Ситуацию можно отследить в режиме реального времени на интерактивной карте профильного ведомства. На выходных госавтоинспекция примет дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности. Сотрудники ГАИ проведут профилактические отработки населенных пунктов и дорог, направленные на предупреждение пресечения грубых нарушений ПДД. Особое внимание нетрезвым, бесправникам и лихачам. Кроме того, акцент на велосипедистов и любителей средств персональной мобильности. В подарок для самых маленьких. В самом зеленом микрорайоне Бобруйска продолжается строительство детского сада. Трехэтажное здание на 240 мест расположится на площади более 6000 квадратных метров. Здесь с комфортом сможет разместиться 12 групп, гимнастические и актовые залы, комнаты для кружков, психологической разгрузки, из-за студии и даже бассейн с теплыми полами и техпомещениями. Позаботятся и о малышах с ограниченными возможностями. Для них пандусы и лифты. Применена, наверное, впервые такая конструктивная схема, когда мы собираем, скажем так, стеновое ограждение из отдельных элементов, соединяя их там жестко монолитными вставками. Вот это вот нам позволит завершить строительство в этом году. Мы понимаем социальную значимость этого объекта, поэтому вот мы работаем в данном направлении. В микрорайоне Киселевича проживает более 400 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Около 200 стоят в очереди. Необходимость детского садика назрела давно, поэтому работы ведутся 24 на 7. По планам современное дошкольное учреждение должно распахнуть двери уже в декабре этого года. Огневая мощь. В Бобруйске отметили День танкиста. Один из самых грандиозных праздников вооруженных сил. У города на Березине славная военная история. До 1992-го здесь дислоцировалась 5-я гвардейская краснознаменная армия. 70 тысяч штыков и 3 тысячи бронетранспортеров. Продолжит тему Елизавета Липеева. Под ножи мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев «Красные гвоздики». Символ мужественности героев, благодаря которым мы живем в сильной и независимой стране. На митинге минутой молчания чтят память погибших. Перед великим подвигом головы склоняют десятки неравнодушных. Здесь же награждают тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие патриотического воспитания молодежи. Дорогие друзья, разрешите бавручан, всех военных офицеров, прапорщиков, генералов, членов их семей поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать крепкого здоровья, большущего семейного счастья, долголетия и мирного чистого неба над нашей прекрасной самостоятельной республикой Беларусь. Бобруйск славится своей историей. Именно здесь до 1992-го дислоцировалась 5-я гвардейская краснознамённая танковая армия. Во многом, именно благодаря ей советские войска одержали победу на Курской дуге и смогли переломить ход Второй мировой. Вспоминать можно долго, очень долго рассказывать можно. Война, она всегда жестокая. Слава тем богатырям, которые отстояли эти тяжёлые годы, победили, взяли Берлин и добились победы. Тематические интерактивные площадки притягивают внимание как детей, так и взрослых. Здесь же конкурс рисунков на асфальте, катание на лошадях. Не обходится праздник и без традиционного лакомства солдатской каши. За ней выстраивается длинная очередь. Каждый год стараюсь при любых обстоятельствах обязательно прийти сюда, приехать, встретиться со служицами, вспомнить о тех, которых нет с нами. Танковые войска белорусской армии способны выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими формированиями. Бронированные машины продолжают оставаться основной боевой единицей сухопутных войск. Они обладают большой огневой мощью, защищённостью и многозадачностью. Другими словами, ударная сила страны. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Из-за работ на ЛЭП выходные изменится движение транспорта в районе Фондока. 9-10 сентября на улице Ленина проведут плановые ремонтные работы на линии электропередач. С 7 утра и до 8 вечера движение на отрезке пути будет ограничено. Однако полностью перекрывать важнейшую артерию города не планируют. Водители просят учитывать информацию и планировать маршрут заранее. К слову, с начала осени произошли изменения в работе общественного транспорта. С 1 сентября маршрут автобуса номер 5 реорганизован в номер 19. Держинского-Наумова. Движение 17-ки также продлено до нового квартала Киселевич. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!